Международный аэропорт Борисполь Сейчас будет полет сначала в Берлин, потом в Цюрих с пересадкой Благо там ждать недолго, всего лишь где-то, по-моему, 2,5 часа, если я не ошибаюсь Ну а в Цюрихе мы уже встречаемся с заказчиками, будем ему выбирать Что выбирать? Поддержим интриги Германия, но к моему удивлению я уже на подлете к порту понял, что я лечу совсем не в Берлин Я в этот раз был невнимателен, привык, что, ну как привык, я несколько раз уже летал через Берлин И был уверен, что я лечу через Берлин Но по факту я в Штутгарте Поэтому тут 2 часа маринулся в аэропорту и дальше в Цюрих Как говорится, во всем плохом есть всегда что-то хорошее Из-за того, что я немножко задержался, мой Opel Corsus 2017 года кому-то отдали Вот такой вот у меня должен был быть на механике Но выдали мне Seat на автомате Поэтому, не знаю, прикольно с адаптивным круизом Я доволен, мне нравится Аэропорт Цюриха Попал я немножко не в тот терминал, был невнимателен Мои парни прилетают на первый терминал А я что-то прочитал на второй И вот и перейду кишочком, ищу первый В 12 часов начинается у них здесь легкий обед Ну, мы приехали в полыне 12-го, уже никого нету Поэтому сейчас быстренько осмотрим Сие чудо Да, после дождя плохо видно Алюминиевый капот даже не крашеный По зазорчикам все ровненько Заодно и ветрозащиту проверим Рука дрогнула Ну, такой, незатасканный, живой Я думаю, смелее можно Смелее поднимаем Нормально, конденсат есть Дыма нету А ну, сейчас еще раз Поднимите обороты Клапан рециркуляции не работает Катализатор тоже Так, по-со Да, резина у нее зимняя не очень Она что, на летней сейчас стоит? Сейчас летняя, да Ну, зимняя в багажнике Она такая, очень посредственная Ну, как и летняя, в принципе Ну, салончик живой Более даже чем Единственное, что Самые грязные места засранные Это все-таки Аж 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 прилипает Е-мое Целенькая Ну, она везде целенькая Ну, такое Неплохо Но для сравнения Всего не с чем сравнивать Ручка у нее такая Чуть подзапиленная А так, конечно Сделать ей нормальную Химчистку И будет С части Такой Слегка грязный Экземпляр Несмотря на то, что он Пропылесосенный Он Моменты Вот ручки водителя Сам руль Очень сильно Такой Загрязненный Мотор не мытый Клапан рециркуляции Выхлопных газов Работает Кузов здесь Не окрашенный Совсем Стоимость этого экземпляра Что-то там В районе 18 тысяч франков Сейчас будем Посмотреть еще что-нибудь Прикольно то, что Здесь есть панорама Но не прикольно то, что Здесь нету Адаптивного круиза Пока так Дальше Швейцария Тут правда Снимать не разрешили Но Есть интерес К одному из автомобилей Я уже ранее был В этом городе Но не был На Этой площадке Пока Никто не снимает Пока никто не Видел Кстати даже шерсть Еще на Крыльях Покажу что она Нормально Бьется по всем Значениям Я уже пробивал И сверху И снизу Вот И справа И слева Здесь Все абсолютно Ровно Абсолютно нормально То есть машина В родном цвете В родной окраске 31.01.14 дата выпуска 133 тысячи километров 19.500 франков Такое Вон кому Вин-код Если нужен Даже закрашивать Не буду Что-то с этой машиной Не то Салон у нее Ну такой Более-менее живой Руль слегка Затертый Хотя по пробегу Она и по коробке И по блокам Везде все совпадает Везде все хорошо Отсюда не видно Как подряпа На заднее правое Сидение с собаками Плюс тут нету еще Плюс тут нету еще Задняя крышка багажника Она не электрическая Обычная Здесь очень долго он стоит Причем стоит По зазорам У него нормально По кузову он классный Он не крашеный Вообще То есть я не нашел У него каких-либо подкрасок Но у него Очень такой Окисленный двигатель Вроде бы ничего страшного Много было глюков По просадке электроники Вроде бы Все ошибки Позаписывал Потом стер Глюки поуходили В виде электроники Незакрывающийся люк Моргающий Близ Имеется ввиду Контроль мертвых зон Но все равно Ошибки еще пооставались Плюс эта машина Была вроде бы Лизинговая Вроде бы нормальная Чистая история Один хозяин Но по факту В ней Как-то такое впечатление Что возили собак Потому что Жаль ключи Мы уже отдали За нами все время Ходили смотрели И не разрешали снимать Так вот Ну там Так Конкретно Сзади сидение Подерто Ну не конкретно Ну так Подерто заднее правое сидение Весь багажник В шерсти Вот Здесь есть Адаптивный Круиз Тут есть панорама Ну в общем-то В общем-то и все По диагностике Машина эта проходила Последний раз Техосмотр 16 месяцев назад Имеется ввиду Заезжала на СТО И с тех пор Она проехала Всего 8 тысяч километров То есть Что говорит о том Что она где-то Действительно Очень долго стояла Причем эти 8 тысяч километров Были На За 148 часов пройдены Поэтому Действительно Этот машин Где-то Где-то стоял И где-то долго Плюс мы узнали Что Среди того работника Который здесь Нам ее показывал Он работает здесь Два месяца И два месяца Эта машина здесь Уже продается Сколько она стоит до этого Говорит Надо пойти Поднять документы Узнать у шефа Ну в общем-то Последние два месяца Этот автомобиль здесь Впечатление не очень Хотя По факту Реально Прицепиться к машине Нечего Но Такое Я не могу сказать Что сработала Профессиональная чуйка Но что-то с этой машиной Есть Надо еще внизу На нее посмотреть Как-то Пока не очень Ну не знаю Продолжаем Сейчас Пойдем еще дальше Посмотрим Предыдущий вариант Мне честно Откровенно говоря Понравился Гораздо больше Хотя там Не было Такого количества Плюшек Плюс еще здесь При такой комплектации Нету переднего Парктроника Ну как-то так Слегка зажато Вроде бы Ничего страшного Но Лично мне Эта машина За Плюс по стоимости Она По стоимости Самая интересная Машина Объявлена 18,5 тысяч Франков На сайте Продаван Начал нам Доказывать Что она стоит 19,5 тысяч Франков С инспекцией Имеется ввиду Что они полностью Загонят ее На техосмотр Сделают Этихосмотр Ну грубо говоря За тысячу франков Ну блин Камон Что за беда Это За тысячу франков Здесь много Что можно сделать Финальные торги Закончились На 17,900 Но мы Еще не Делали тест драйв Этому автомобилю Потому что Ну вот Грубо говоря Выехать отсюда На этом автомобиле Просто так Не Получается Возможным Вот Чем Закончится Ну не знаю То есть Этот автомобиль Мы отметим Как нормальный К просмотру Но Больших ставок Я на него Не делаю Несмотря на то Что у него 133 тысячи Пробега И мотор 2,4 Дизель Д5 Но какой-то Он такой Что-то здесь Что-то здесь Не так Мы проверяли Его был такой Сильный дождь Поэтому я особо Не снимал Сейчас дождь Прекратился Я вернулся К машине Как минимум Показать А светить Что мы возле нее Были Доброе утро Это Обычно Вот так Даже Несмотря на то Что сейчас Идет Мокрый снег Сейчас Был Такой Довольно Синий Сильный Снег Сейчас он Упал Но доброе утро Это все равно Вот так Это в горах Это в Швейцарии И акцентирую Внимание на том Что это все равно Самая дешевая гостиница Которую мы нашли Гостиница Неплохая Гостиница Прикольная Самая дешевая Но только потому Что наверное Сюда Высоко Ехать По серпантину Добираться То есть Образно говоря Вот место Где мы находимся Все что внизу Вон там В гостинице Они в среднем В районе 170 франков Чуть чуть выше 150 Вот это вот Гостиница 100 франков Это на Троих Вместе С завтраком Естественно Со своим душем Никаких хостелов Просто великолепно Впечатления Неимоверные Уже Практически на выходе С гостиницы Прошло еще буквально Минут 6 И все Уже снега нет Уже солнце светит Уже благодать Красота Вот такая переменчивая Погода в Швейцарии Конь Конь в пальто Посреди города Люцерна Конюшня И конюшня Это Абсолютно Не имеет Никакого Запаха То есть Если бы Лошадь не сделала Вот так Я бы ее Не заметил У нас бы По запаху Идешь Это бы Слышалось За несколько Кварталов Здесь же Абсолютно нормально Хороший Интересный Rolls-Royce Стоимость Этого Автомобиля 25 тысяч Франков Машина Находится В Швейцарии Я сейчас Тоже Как вы Понимаете Нахожусь В Швейцарии Экземпляр Хороший Машина Не крашеная Машина Вся в одном Окрасе Вообще Мы сюда Приехали Выбирать Volvo Так Ну и Наверное Пойду я Все-таки Сначала Помогу Парням Сейчас Там надо Определиться Volvo Конечно Тут все Зачетные Также Мы еще Смотрели Здесь В50 Насмотрели Здесь Раз Два Три XC60 Вот Очень Хороший Зачетный XC90 Стоит Он Свежий Он 14 Года По 50 Замечаний Тоже нет Но по 50 Там Коснутый Бампер Внизу А так Блин Салон Просто Огонь Все машины Здесь Тупо Не Крашеные Ни одного Подкраса На всех Осмотренных Машинах Я не нашел Не Может быть Что-то Есть Крашеное Но в данном В данном Случае Ничего Нельзя Снимать Попробуем Поснимать На ночь Ну Я-то Вижу Что С машиной Все Хорошо Но для Протокола Тоже Нужно Вернее Для Акта Смотра Блин Она Наполированная Такая Все Скользит Очень Класс Сидение Вообще Не замучено Единственное Что Вернее Скачу Больше Стекло Не Триплекс Но Но Прикольные Вот Это Блин Конечно Удачно Мы Приехали Темный Салон Конечно Это Просто Красота А Дерните Сразу Капот Пошел Я Туда Занырнул Вариант Второй Более Такой Ну Не Замученный Но Очень Прикольный Тоже Так Пыльнище Он Абсолютно Ровненький Нигде Коррозии На нем Никакой Нету Так Пыльники Целые Сзади Целые Так Амортизаторы Сухие Мне Показалось Не Сухие Что Такой Мофта Вот Вот этот Весь Блок Вот Блок Управления Мофта Халдекс Вот Насос Который Включает Давление И Сейчас Я посмотрю Есть ли Тут Фильтр Нет Фильтра Здесь Уже Нет Поэтому Здесь Просто Меняется Масло Он Должен Стоять Или Его Просто Нет В Конструкции 5 Халдекса Фильтра Уже Просто Нет Он Вот Эта Штука Стоит Тогда Вот Здесь Они Становятся Наоборот И Там Сверху Стоит Должен Фильтр Там Места Нет Под Фильтра И Таня Ни Как Это Прицепиться На Русском Языке Сверху То Что Идет Так Уютим Не Течет У У У У У Турбина Здесь Сухая Полностью Что Холодная Что Горячая Улитка У У У У У У У Так Мьет Здесь Тут Тоже Хорошо Ну Мне Честно Прицепиться Особо Не К чему Тут Даже И Ржавчины Нигде Ни Точки Нет Так Кстати Сейчас Еще Все У Очень Целенькая С Этой С С С Ухой Комфортно И Маслообменники Все Что Угодно Вот Что Даже Не Пачкается Но Очень Старая Коробка Здесь Не Разбиралась Поддон Тоже Не Снимался Честно Говоря Таких Чистых Моторов Уже Давно Не Видел В С 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 Приколов Можно Вот Это Все Приготовить Попросить Рядом Шеф Повар Стоит С С Правой Стороны Все также мясо же зажарить есть целые виды разновидных суши все что угодно креветки всякая мелочь и все это в любом количестве всего лишь за 1550 евро офигительный ресторан день следующий пришло уже время забирать автомобиль и машину сейчас в салоне стоит пойду я даже покажу даниэль именно так зовут парня который здесь собственник этого салона он любезно согласился сегодня вчера не захотел сегодня он согласился показать именно тот автомобиль его уже кстати помыли уже поставили на зимние колеса по машине у меня замечаний как таковых нету единственное замечание те которые я нашел знаете на самом деле эта поездка нужно было принять решение выбрать лучшее из лучшего то есть машина которая стояла на плацу где там под открытым небом с возле женевского озера там на самом деле у меня вопросов не было но я уже настолько увидел разные варианты я понимал что есть варианты лучше что как-то так очень неудобно выбирать когда мне нужно найти кучу каких-то недостатков а недостатка в машине ну реально не так и много итак по недостаткам значит вот здесь вот зазорчик чуть 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 больше нежели вот здесь то есть вот по капоту по фарам по стыку вот здесь все отлично по стыкам вот здесь между фарами между крылом все отлично но вот эта часть бампера она висит немножко ниже чем свидетельствует вот этот вот зазорчик дальше место к чему я еще нашел прицепиться они уже поправили вчера было по-другому вот это вот штука ему показывал что она торчит но и поправила на грубо говоря вот сюда торчала порог это вследствие того что когда с бордюра где-то соскакивали и вот здесь вот она прищемлена в общем-то и все я кстати смотрю нам уже винетку повесили винетка это то что позволяет ездить по швейцарским дорогам кстати двадцатый год стоит сие чудо 40 франков и вешается нам до конца календарного года то есть если ехать в декабре месяца все равно вы заплатите 40 франков и надо повесить эту лейбу на лобовое стекло без нее не позволят ездить имеем руль вообще без подряпин как таковых само сиденье сразу показываю самое мрачное место и вопросов к боковой подушке я не имею есть легкие потертости вот здесь на боковой подушке но это при необходимости можно покрасить и все будет ровно дальше эта машина уже несмотря на то что она конца 13 года это уже новый 14 ряд модельный ключи оставил с той стороны вот мы здесь имеем полный обогрев стекла из плюшек здесь нету системы близ мы выбирали среди того чтобы было или не было но в это ее нет здесь подогрев сидений все четыре колеса подарочных нам положили здесь панорама здесь офигительный салон вообще не заюзанный нигде и никак по картам водительская карта всегда самая самая замученная здесь вопросов по ней нету вот здесь вот моменты очень часто бывает когда разбирают приборку для того чтобы намотать пробег или еще что-то но в этом автомобиле пробег сматывается по-другому пробег сматывается через вот этот вот обиде отверстие и в принципе все но пробег сматывается здесь только на самой приборке в остальных местах типа в коробке есть еще несколько блоков его никто не скручивает если скручивают то я понимаю как это найти нечеткое понимание как пробег автомобиля после ремонта после последнего сервисного центра и вот если эти пробеги не совпадает это подозрение на скрученный пробег здесь по этому автомобилю все ровно да и швейцарии не крутят пробеги по карте состояние просто изумительно здесь нету ни одного электрического блока который бы не работал в этой машине работает все все и причем абсолютно летние покрышки нам уже погрузили напомню что покрышки достались в подарок они еще имеют довольно большой остаток по сравнению с другими эта машина имеет камеру заднего хода также задние правая дверь карта в изумительнейшем состоянии сидение задние такое ощущение что на них вообще никто не сидел то есть они настолько классные настолько не потертые что у меня кроме восхищения ничего не вызывает и вот сейчас будет еще один глюк если он конечно на этой машине нет он не на этой на другой машине на белый вот здесь вот было чуть подрябана карта здесь этого нет все а еще из плюшек все машины которые мы выбирали они практически все имели d4 мотор здесь d5 мотор снизу я снимал вчера видео когда мы были на подъемнике вообще ничего не течет единственное место где есть какие-то масляные потеки это вот здесь сейчас попробую показать здесь потеки они абсолютно у всех автомобилей это слабое место там чуть-чуть пропускает и она покрывается такой масляной пленкой она не течет но имеет такое ощущение что она везде все сопливая теперь дальше пошли по самим крыльям я часто это показываю покажу здесь как выглядит то что не отнималось даже под свечу то есть везде все элементы родные точно так же здесь все в родной краске все элементы не снимались имеем здесь адаптивную оптику имеется ввиду она крутится за поворотом руля че еще здесь плюшек омыватель фар дневные ходовые огни что я еще забыл что еще забыл ну понятно тут стандартный стандартный набор подогрев сидений у этой машины два электрических сидения именно 2 то есть большинство машин которые мы смотрели она имеет один электрический сидение а все остальное тут механическая в этой же 2 из еще приятных плюшек у этого автомобиля задняя часть стекол то есть задняя часть она полностью тонирована не тонирована не пленкой тонирована на заводе номера повесили сейчас будем ехать чем еще добавить про эту машину добавить про машину нечего машина офигительная напомню что купили мы ее за 19000 франков это 2000 а вот не помню 13 или 14 год я в конце видео скажу 13 это или 14 мы их посмотрели и честно говоря мне каша в голове по моему это я что фаром посмотрим по фарам это девятый месяц тринадцатого года не выпускало да эта машина декабрь месяц тринадцатого года да она станет на 100 приблизительно 30 евро дороже по налогам но тем не менее имеется виду по акцизу но тем не менее мы имеем офигительный классный автомобиль с родным пробегом в всего лишь навсего сто двенадцать тысяч километров вот этот вот автомобиль который красный фиат он стоит среднем швейцарии в районе двадцати тысяч франков на эту машину для того чтобы не ремонтировать автомобиль был заказан новый мотор то есть он не восстановленный это тупо новый двигатель и тупо новая коробка вот дальше из интересных машин ну вот этот bentley по моему 90 тысяч франков стоит но это новая машина она не очень интересная ну как не интересно несомненно интересная но в том аспекте которые есть здесь более интересные вот эти автомобили вот этот rolls-royce стоит 37 тысяч франков эта машина это чуть старше эта машина 69 года вернее это чуть младше эта машина 69 года этот автомобиль 67 года и этот автомобиль стоит уже 50 тысяч франков почему такая разница ну я объясню вот этот вот темный автомобиль rolls-royce он весь в родной краски весь что касается вот этого он не весь у него здесь сделанная задняя часть это это я вчера походил посмотрел и просто увидел по элементам что вот эти вот элементы они крашены вот это вот это сейчас я даже покажу где-то здесь можно наигреть цветов понимать вот мелкие волосинки под лаком вот здесь вот он уже потрескался парень дэдниэль собственник этого салона верит да действительно эта машина крашена но ты первый кто это увидел я не то чтобы рассказываю это но здесь не принято смотреть на то что крашеная машина или нет что-то что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ожидали, что будет очень тяжело, будет очень долго, будет сложно менять локации, будет дорого. В итоге получилось так, что все происходило, скажем так, с умом. Грамотно распланировано время, расстояние, поездка по Швейцарии, туда стоит ехать однозначно. Если есть желание, в принципе, выезжать куда-то за машиной, то Швейцария это просто топ. Это очень красивая страна, это шикарные виды и это совмещение приятного с полезным, скажем так. Поэтому поездкой мы остались очень довольны. В плане автомобиля мы тоже очень довольны. Хорошая, резвая, бодренькая. Это именно то, чего мы искали, собственно говоря. Поэтому сами пальчики вверх. Ну, спасибо за честный добрый отзыв. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok